Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте вам продемонстрировать результаты нашей работы. Появление ингибиторов иммунных контрольных точек кардинально изменило ситуацию и прогноз пациентов с различными злокачественными разуваниями, в том числе у пациентов с рецидентом, рецидивирующим течением классической лимфомы Ходжкина. Так, исследования Checkmate и Keynote продемонстрировали ранее непрязноденные результаты, а именно достижение общего ответа у порядка 70% пациентов. Тем не менее, с течением накопления опыта применения данной группы препаратов у пациентов с лимфомы Ходжкина стало ясно, что использование стандартных критериев Лугана является неоптимальным в связи с наличием так называемого феномена псевдопрогрессирования опухоли, который подразумевает под собой в случае лимфомы Ходжкина увеличение размеров опухоли за счет инфильтрации ее иммунными клетками. В связи с чем была создана новость, новые критерии или критерии, которые отличаются в первую очередь от ранее используемых критериев появлением нового термина «неопределенный ответ», который подразумевает под собой возможность как увеличения размеров опухоли, так и появления новых очагов, и в том числе увеличения метаболической активности данных очагов. И данная ситуация требует точнения в течение 12 недель при последующем рестадировании, действительно ли у пациента случится прогрессирование заболевания, или же он достигнет одного из вариантов ответа. Позвольте продемонстрировать вам наше клиническое наблюдение пациента, получившего терапию неволбомом в нашем центре. Как видно по данным позиторно-эмиссионной компьютерной томографии, через 3 месяца у пациента отмечается исчезновение ранее имевшихся очагов, но в то же время появляется новый метаболически активный очаг. Таким образом, у пациента устанавливается неопределенный ответ второго типа, и в дальнейшем терапия продолжается, и через еще 3 месяца терапии пациент достигает полного ответа. Таким образом, основной смысл данных критериев – это избежать ранней отменной терапии у пациентов, у которых в дальнейшем она продемонстрирует свою эффективность. Однако, несмотря на уже накопленный опыт, основной нерешенным вопросом, как в онкологии, так и демитологии, является продолжительность терапии педиво-ангибиторами. И, в первую очередь, этот вопрос является актуальным в связи с развитием у пациентов нежелательных явлений, также снижением качества их жизни и финансовой токсичностью продолжительной терапии педиво-ангибиторами. В связи с чем, нами было инициировано исследование, в которое вошли 23 пациента, у которых терапия неволмамом была остановлена в полной ремиссии заболевания. Характеристики пациентов представлены в таблице. Позвольте отметить, что медиана циклов неволмаба составила 24, медиана числа введений на момент достижения лучшего ответа – 6, и медиана продолжительности терапии после достижения лучшего ответа – 7 месяцев. Мы получили следующие результаты, а именно двухлетнюю беспрогрессивную выживаемость, составившую 55%, и на момент медианы наблюдения 29 месяцев медианы беспрогрессивной выживаемости достигнута не было. Более того, все пациенты на момент анализа были живы. Тем не менее, в связи с возникновением проблемы продолжительности терапии возникает и другой вопрос – а возможно ли повторное и эффективное назначение терапии педиваногибиторами у пациентов с лимфомой Ходжкина. На сегодняшний день представленные результаты для пациентов с соленными опухолями являются противоречивыми, а в случае пациентов с лимфомой Ходжкина – это лишь отдельные клинические наблюдения. В связи с этим мы решили проанализировать данный вопрос. И 11 пациентам, которые развили рецидив заболевания после остановки терапии неволмабом, терапия неволмабом в модережиме или в комбинации с химиотерапией у одного пациента была возобновлена. И на момент анализа ответ был оценен у 9 пациентов. Общий ответ составил 67%, и при медиане наблюдения 15 месяцев, медиана беспрогрессивной выживаемости составила 16,5 месяцев. Также пациенты все на момент анализа были живы. Мы постарались также проанализировать предикторы прогноза продолжительности ремиссии заболевания у пациентов после остановки терапии неволмабом. И получили, что пациенты, достигшие раннего ответа на терапию, полного ответа на терапию, а именно через 3 месяца, показали статистически значимый более высокий уровень беспрогрессивной выживаемости в сравнении с пациентами, которые развили ответ в более поздние сроки. При оценке нежелательных явлений на фоне повторной терапии неволмабом у двух из трех пациентов тяжелые нежелательные явления возникли повторно. При этом мы не наблюдали ухудшения течения данных осложнений, а также снижения эффективности терапии данных осложнений. Еще одним важным вопросом оптимизации терапии бедиванных ингибиторами пациентов с лимфомой Ходжкиной является использование низких доз препарата. Данный вопрос возник в связи с публикацией ранее данных, демонстрирующих одинаковую занятость педиванных рецепторов у пациентов с различными солидными опухлями при использовании неволмаба в различных терапевтических дозах. Нами было инициировано исследование, которое продемонстрировало отсутствие разницы как в частоте ответа, так и в распределении ответа, и в том числе в беспрогрессивной и общей выживаемости пациентов, получивших терапию неволмабом в дозе 40 мг, в сравнении с пациентами, получившими терапию в полной терапевтической дозе. Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты терапии бедиванных ингибиторами, остается группа пациентов, которые не отвечают на терапию или рецидивируют после нее. В связи с чем, нами был инициирован поиск оптимальных подходов к терапии данной группы пациентов, и в частности мы изучили вопрос эффективности и безопасности комбинированной терапии неволмаба с различными препаратами. Эти данные уже были представлены ранее в другом докладе. Позвольте еще раз обозначить, что мы изучили эффективность комбинации неволмаба с бинтомустином, с винтопластином, гемцитабином и бринтокосимабом вендотином. Все комбинации продемонстрируют свою эффективность данной неблагоприятной группе пациентов. Но, тем не менее, в связи с непродолжительным периодом ответа, в первую очередь, данную терапию стоит рассматривать в качестве бридж-терапии или переталогенной трансплантации костного мозга. И позвольте в заключение еще раз повторить основные тезисы доклада, а именно у пациентов с резидентным и лицидивирующим течением классической лимфомы Ходжкина, достигших полного ответа на терапию неволмабом, возможно достижение длительной ремиссии заболевания. Кроме того, повторное значение неволмаба также является эффективным у пациентов, показавшим достижение полного ответа при первичной терапии неволмабом. Мы не наблюдали ухудшения течения, а также отсутствия на терапии нежелательных явлений у пациента при повторной терапии неволмабом. Кроме того, терапия неволмаба в дозе 40 мг является эффективной и сравнимой с терапией в полной терапевтической дозе. И в случае неэффективности терапии неволмаба в монорежиме, возможно использование комбинированных подходов к терапии, а именно схеме терапии брендоксимобами и датином. Позвольте поблагодарить весь коллектив нашего центра за проделанную работу и спасибо за внимание.